Я Валеева Светлана Ринатовна. Мой сын Валеев Илья Максимович, родившийся 26 августа 1997 года, незаконно осужден и отбывает наказание уже 11 месяцев за преступление, которого он не совершал. Своё 22-летие он встретил в колонии строгого режима. Незаслуженно. 16 июля 2018 года в Саратове был задержан мой сын Валеев Илья Максимович. Его вывели из здания, усадили в машину и закачали на его телефон с использованием мессенджера Telegram фотографии компрометирующего содержания. С применением пыток, угроз, насилия, изоляции от близких и введения в заблуждение относительно прав задержанного обвиняемого было получено признание и возбуждено уголовное дело о попытке совершения преступления по статье 228, статье 30, части 4. Это распространение наркотиков группой лиц по предварительному сговору. В деле моего сына очень много странностей, некоторые из них требуют внимательной оценки и пересмотра дела. В первую очередь это пытки, которые были применены к моему сыну. Его избивали, подвешивали, заскованные за спиной руки, выворачивали суставы, били бутылкой, набитой какими-то стеклянными металлическими шариками, подшипниками. Это все осуществлялось на рабочей. То есть в этом здании наркоконтроля есть специальное помещение, предназначенное для подобного получения признательных показаний. Многочисленные травмы моего сына подтверждены медицинскими документами. Тупая травма живота, травма коленных суставов, сотрясение мозга, подтвержденное энцефалограммой. Это все было получено в стенах этого учреждения при пытках. На признательном показании строится все дело. С момента задержания в течение 30 часов мой сын не имел возможности выйти на связь с родными. Он был лишен еды, воды, сна, связи, свободного доступа к выбору адвоката. И был приглашен дежурный адвокат, персона которого тоже требует большого внимания. Обвинение не подтверждается никакими объективными, полученными не в правоохранительных органах доказательствами. Обоснованность задержания до сих пор вызывает много вопросов и в деле много странностей. Кроме всего прочего, одна из странностей, что наркотические вещества не были обнаружены нигде. Ни у него с собой, ни по месту жительства, ни в каких-то его вещах. Нигде не было даже следов наркотических веществ. Анализы биоматериалов, срезов ногтей, волос не проводились почему-то. Ну понятно, мой сын никогда не принимал наркотики, так же, как и его друзья. Он совершенно другой образ жизни вел. То есть это было очевидно, что это не тот человек, у которого можно найти в анализах наркотики. Очень странно, что наркотические вещества, которые в дальнейшем фигурировали в деле, не были исследованы на ДНК. Это необходимо, я считаю, это позволило бы установить, кто с ними обращался, кто имел к ним доступ и кто вообще имел какое-то к ним отношение. Телефон Ильи, главное вещественное доказательство на сегодняшний день, находится в нерабочем состоянии. Хотя он работал на момент задержания, на нем даже не был установлен пароль. Я предполагаю, что телефон был намеренно выведен из строя, заблокирован для того, чтобы было сложно установить и невозможно установить время создания файлов и так далее. Потом, когда мы потребовали осмотра телефона, сторона защиты, телефон был доставлен, но он был заблокирован. То есть подтвердить какую-то информацию не удалось, и сейчас телефон в таком же состоянии. Моему сыну инкриминируется совершение преступления в группе лиц по предварительному сговору. Все эти люди неустановленные лица и существует, боюсь, что только в воображении сотрудников управления наркоконтроля. Ни один акт коммуникации не подтвержден документально. Ни телефонный разговор, ни взаимный обмен в каких-нибудь мессенджерах. Таких подтверждений в деле нет. В деле использованы многочисленные недопустимые доказательства. Доказательства, полученные с нарушением уголовно-процессуальных норм. Такие доказательства не исключены почему-то из дела и приняты к сведению. Это тоже вызывает много вопросов. Уголовное дело моего сына полностью сфальсифицировано. Это дело сфальсифицировано сотрудниками управления наркоконтроля по Саратовской области Лобачевым, Иванищевым, Сорокиным, Зубовичем с участием сотрудников отдела полиции номер 3 Кировского района Саратова. Прошу дать должную правовую оценку, а также установить личности еще двоих, тех, кто непосредственно пытал моего сына, подвешивал, бил, не давал ему пойти в туалет, связаться с родными и вообще осуществить все те права, которые гарантированы российским законодательством. При следственных действиях, при так называемом осмотре места происшествия, использовалась постановочная фотофиксация. Видеофиксация не использовалась по понятным мне причинам. Илья был заранее туда доставлен сотрудниками наркоконтроля, которые его водили от точки к точке и заставляли запоминать те места, где он якобы делал закладки. Когда приехала следственная группа, Илья был пристегнут к сотруднику наркоконтроля Зубовичу, который вел его от точки к точке. И координировал словами правее, левее, выше, ниже. То есть он закапывал и раскапывал каждый пакетик по несколько раз. Об этом, наверное, сможет нам сказать эксперт-криминалист более подробно. Факт пыток требует пристального внимания и серьезного расследования. Мой сын осужден на 8 лет, и это несправедливо и очень жестоко. Ему сейчас 22 года исполнилось. Это то время, когда закладываются все основы, направление будущей профессиональной деятельности, когда создают семью, когда получают образование. А сейчас он каждый день и каждую минуту расплачивается своей жизнью, каждым днем своей жизни за эту несправедливость. Это такой возраст, когда такие события могут сломать веру в устое общества. Дело Ивана Голунова обратило внимание всего общества на перекос в делах против наркотиков. В соответствии со статьей 45 Конституции Российской Федерации я обращалась во многие надзорные органы, госорганы, которые связаны с уголовными делами, осуществляют надзор за исполнением российского законодательства в этой сфере. Я была на личном приеме в Следственном комитете по Саратовской области и многократно обращалась в прокуратуру по Саратовской области. К сожалению, первые полгода я получала отписки в объеме одного абзаца с текстом, что это к нам отношения не имеет, это к нам не относится. К сожалению, мне не удалось попасть на личный прием к прокурору области, к Сергею Филипенко, ни к одному из его замов. Я обращаюсь к генеральному прокурору Юрию Яковлевичу Чайке и прокурору Саратовской области Сергею Владимировичу Филипенко с просьбой проверить обоснованность задержания обвинений уголовного дела с оценкой всех составленных документов и вещественных доказательств. Прошу проверить факт пыток моего сына, побоев, подвешиваний, угроз, всех телесных повреждений, психологического давления на него, оказанного с целью получения признательных показаний. Прошу проверить обоснованность применения спецсредств при задержании, а также соблюдение всех норм уголовно-процессуального характера, в том числе международных, с момента задержания моего сына 16 июля 2018 года.